и снова здравствуйте вы на канале валерий валки с вами валерий и сегодня небольшая видео солянка это мой видео ответ все мои подписчику которые звонят спрашивают где я пропал почему так редко выходит видео давай что-нибудь снимать что-нибудь показывай я жду твоих видео в общем ребята наверняка многие из вас еще не заметили но лето уже находится в заключительной фазе и помимо альтернативы пора готовиться еще и к зиме да да именно к зиме не нужно путать землей хотят земли никто не застрахован все может быть но я думаю что мысли о земле мы оставим на потом в общем данный момент нужно думать о зиме и поскольку у меня частный дом все что здесь есть до этого здесь было поле и все что здесь есть это мы строили вдвоем и с женой поэтому в частном доме без работы так не бывает постоянно находится что убрать что подрезать что подкрасить что выкопать что посадить ну в общем это без конца и постоянно и снимать вот эти все будни но наверняка они будут вам не интересны вот примеру что я делал вчера вот стоять вот эти пружины это просевшие пружины которые были на вот этом автомобиле то есть он уже насколько был просевший что в общем то чиркал своей попой все кочки которые были у меня на улице и поэтому я вот заходился и старые пружины которые вот стоят ну сменил на новые которые стоят в данный момент на автомобиле как я их менял я думаю это совершенно никому не интересно потому что особого здесь ничего нет открутил колесо открутил амортизатор вытащил старые пружины вытащил старые проставки и поставил новые закрутил амортизатор закрутил колеса но с двух сторон соответственно менял то есть я думаю здесь абсолютно ничего не интересно ну да есть свои нюансы там при снятии и особенно при установке пружины ну в общем я думаю если вы там пару раз пальцы собьете вы поймете как это все устанавливается то есть ничего там особенного нет затем приехала жена и вот видим ворота видим калитка в общем я бросил удлинитель зарядил в болгарку щетку эти все ворота ну и соответственно калитку это все я вычистил где была и ржа вот все содрал убрал и пульверизатором покрасил ворота ну соответственно с улицы и снаружи вот все это покрасил причем вот эту половинку это мне красила жена там по секрету покуду я это все красил ну и с той стороны красил а именно вот эту она смотрела смотрела научи покажи дай попробовать ну я ее предварительно как бы под это подталкивал говорю давай давай будешь маляром и смотрю ей это понравилось даже вот видим вот эту часть это красила сына в общем это можно было даже заснять это в общем со стороны даже было бы и даже интересно но зина у меня категорически не хочет там сниматься показываться в общем постоянно какая-то неудачная прическа в общем в общем как то так вот это то что было сделано за вчера честно говоря вот работа немного но этой работы хватило в общем-то на целый день перед этим я несколько дней занимался именно вот этим двором многие обращали внимание когда я там показывал как я устанавливал панели которые стоят за домом здесь в этом дворе у меня были там какие-то клетки какой-то на общем все что было за домом выносилось сюда то в данный момент видим здесь простор и уют то есть все лишнее я убрал ну зайдем посмотрим панелькам здесь цепятся груши в общем вот так вот выглядят панельки ничего здесь лишнего нет панельки скажу вам работают отлично я ими доволен покуда что у меня никаких нареканий на эти панельки нет зайдем даже посмотрим что они выдают в данный момент значит здесь все что можно нагружена значит смотрим вот это 1153 это панельки которые у меня старые это поликристалл 8 панелек по 285 ватт то есть но 2200 мощность панелек часть панелек еще находится в тени так где-то в 12 часов они будут полностью освещаться в данный момент у нас сколько 1026 в данный момент а вот это у нас выработка с вот этих новых панелек что я установил в данный момент 1700 ватт вот приход это новые панели это монокристалл и полная их мощность это 3200 то есть каждая панелька 410 ватт и их 8 штук здесь это также 8 штук но 285 ватт то есть разница ощутимо все же и мощность 12 часов дня здесь будет примерно кило 300 здесь где-то 2 300 вот так вот будет то есть от кило 900 до 2 до 2 300 с этой стороны кубовую емкость переставил под крышу и в планах сделать слив с крыши в бочку чтобы дождевая вода собиралась в эту бочку но самое первое что у меня в данный момент это на окнах сделать откосы в этом году значит окна поставил еще в том году внутренние откосы сделал сразу а наружные тогда не сделал из-за того что ну уже прохладно было и так вот они остались то первая очередная задача у меня в данный момент это сделать откосы на все окнах ну которые здесь на на доме так что вот работаю меня хватает и помимо альтернативы кстати по поводу альтернативы поставил снова бизон на мачту в данный момент он на тормозах в общем выявил еще один нюанс который мне не нравится сегодня мы идем на день рождения этот день пропал а завтрашнего дня я буду опускать этот бизон и снова его разбирать в общем устранять тот недодел который мне не нравится и позже об этом бизоне будет видео и снова возвращаемся в гараж откуда и началось это небольшое видео как видим в гараже я предварительно немного навел порядке и здесь просматривается все предпосылки к небольшой реконструкции этого гаража значит в первую очередь что я планирую сделать у меня остались некоторые железки от постройки стойки подсолнечные панели и по центру вот здесь гаража я хочу сделать направляющие под вот эту лебедку чтобы можно было тот же генератор тяжелый и ставить непосредственно на токарный станок ну еще здесь у меня много много интересных мыслей но как они будут реализовываться это мы уже по сходу всех событий посмотрим хочу много чего но не но как всегда мои возможности почему-то запаздывают с моими желаниями кстати одна из моих навязчивых идей это я хочу вертикально фрезерный станок ну типа скажем 676 в общем у кого есть какие предложения пишите звоните и в заключение этого видеоролика хочу поделиться одним очень очень интересными полезным приобретением в общем вы уже догадались это светильники и хочу сказать что это не совсем обычные светильники это не те светильники которые китай делает и присылает в украину в россии либо в другие страны это именно те светильники которые используют на своем рынке для внутреннего рынка эти светильники они делаются на порядок выше качеством чем при отправке в другие страны чтобы вы понимали откуда у меня эти светильники да у меня есть хорошие знакомые которые занимаются освещением причем занимается не про не только освещением и теплыми полами и теплыми крышами всем этим они занимаются профессионально до александр мой хороший друг мы вместе росли и вот я скажу что александр лично ездит за этими светильниками у него контракт с китайцами и эти светильники эти любые другие он привозит лично то есть не через посредников и он привозит именно то что используется на внутреннем рынке китая все ссылки и контакты александра находятся как обычно внизу в описании под этим видео могу сказать точно что свет этих светильников и таких же светильников которые китай отправляет в другие страны вы ни с чем не спутаете он отличается и очень сильно ну вот это тяжелый металлический корпус полностью герметичной то есть это уличное освещение и вот такой 50 ватный светильник то есть все что на нем написано это все соответствует правде один из таких светильников я поставил он там будет стоять но этот светильник еще не подключен то есть планирую поставить автоматы и подключить два таких светильника один я вот подключил возле сверлильного станка второй такой же светильник вот этот будет стоять возле токарного станка и вот такая огромная люстра даже не знаю насколько она вот мы замеряем вот такая ребята это будет стоять у меня ну как-то ближе по центру потому что по центру у меня будет направляющая но это светильник где-то вот рядом будет в общем вот такая вот люстрень то есть она чувствуется и весом и освещение мы его подключим значит здесь я подключил шнур вот видим и чтобы вы понимали мы это все включим через ваттметр почему я хочу это вам продемонстрировать вот этот светильник я покупал вот этот в китае здесь заявленных 50 ватт но чтобы вы понимали реальных там только 25 да он светит поэтому видно что он у меня уже давно светит статьи он уже реально давно это уже третий год может и больше включаю вот видим как он светит но из-за въявленных 50 ватт здесь реальных при замере только 25 а теперь включаем светильник который александр возит непосредственно с китая то есть он лично ездит в китай у него там свои договора и включаем ребята так и включаем вот видим потребление 48 и 1 48 и 2 3 но перед этим я его включал светильник это он уже более-менее прогретой поэтому мощность немного ниже 50 ватт вот видим освещение рабочей поверхности сверлильного станка и вот я включаю и видим теперь вот выключаю это при том что в данный момент 10 часов дня здесь на улице светло видим отлично рабочая обстановка без этой светильника здесь ну очень плохо разница я думаю очень ощутимо ну вот смотрим там угол и здесь ребята с этим освещением реально найти даже то чего и нет и собственно для тех кому интересно как светит вот эта люстра почему здесь подцепил провода и пробуем это все включить главное чтобы она не свалилась включаемся включаем один окопа как вам такой свет вот это я в сторону отвел кстати вот это дневной свет вот видим интересно куда он светит ночью тогда это сила ребята это сила то есть вот как то так светит сбоку кстати свет приятный для вас кстати какое употребление сейчас посмотрим я думаю что ближе к 100 это он прогрелся но тем не менее посмотрим так сюда проводок и сюда проводок есть ну вот 83 ватта потребление этого светильника так пушка светит красиво на 83 с копеечкой красота и и самая малая то есть это львиная часть от проделанной работы александра его компания добрый вечер свет форматовцы вот так вот сделанная триумф инжинирингом автозаправочная станция сейчас покажем вам все четко быстро оперативно буквально за один квартал сделано уличное освещение 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 периметра столбами с консольными светильниками вот такая фишка вот тоже сделанная подсветка лед высотных мачт освещение так что прожектора цвет формата прожектора цвет формата так что держим связь обращайтесь будем делать ваши светотехнические решения качественно надежные сроки так что звоните 067 188 54 14 привет на свет формате до встречи пока пока вот свет формата на элитном коттедже стоянка вот такие вот декоратив декоративные ландшафтные светильники гарантия качество вот пожалуйста дизайн дизайн архитектура заказывайте будем делать ваши светотехнические светотехнические решения так что обращайтесь александр это человек которого я хорошо знаю это человек которого мне не стыдно вам посоветовать этот человек работой которого вы точно останетесь довольны а на этом все всем побольше позитива отличных идей отличных конструкций побольше альтернативной энергии хорошего освещения до новых видео друзья пока